Окей, так, можно начинать или так? Да, если вы готовы, то по первому слову у вас попадет 5 минут вашего времени. Начну с описания самой проблемы. У нас сама дискуссия на тему русскоязычного образования на протяжении последних 27 лет начинается с вопроса изучения эстонского языка. И, увы, на этом же вопросе и вся дискуссия заканчивается. То есть вся суть и логика большинства дискуссий в обществе на эту тему в принципе исходит из фундаментального понимания, что для того, чтобы произошла интеграция, чтобы русскоязычные жители страны, сплоченные нормальными обществами, могли жить, русские должны выучить эстонский язык. И, исходя из этого, все школьные реформы на протяжении 27 лет делались именно таким образом, как они делались. На самом деле фундаментальным принципом интеграции являются контакты между людьми, абсолютно человеческие простые контакты. И мы знаем, что на самом деле проблема заключается у нас в том, что у нас контактов между русско-эстоноязычными жителями крайне мало. И это не только выдавируемые, где они по объективным причинам ограничены, но и здесь, в Таллине. На протяжении 27 лет на самом деле количество контактов, хоть и увеличилось, то качество контактов на самом деле осталось на почти прежнем уровне. И на самом деле мы даже видим обратные тенденции роста сегрегации в обществе, даже географического. Почему это важно? Это вопрос социального капитала. Социологи называют это социальным капиталом, то есть связи между людьми, они напрямую влияют на равенство в обществе. С этим равные возможности в обществе связаны с контактами между людьми в обществе. И, конечно же, напрямую с этим связан вопрос доверия. Например, у нас доверие между эстоноязычными и русскоязычными жителями на низком уровне именно потому, что у нас нехватка контактов. И это, конечно же, напрямую порождается негативные стереотипы, предрассудки и так далее, что, конечно же, опять же влияет, в свою очередь, на интеграционные процессы. Теперь, что для этого нужно сделать? Для того, чтобы решить эту проблему, нужно посмотреть на систему образования. Сегодня эстоноязычные молодые люди встречаются в первую очередь в большинстве случаев в университете. Это уже слишком поздно, потому что их социальный круг общения к этому времени уже сформирован на протяжении 15 лет формального образования. Поэтому нам нужна реформа формального образования для того, чтобы сегрегацию, абсолютно уже географическую сегрегацию на уровне системы образования, пробить эту сегрегационную стену. И решение в этой ситуации могла бы быть именно совместная школа. Это модель образования, при которой эстоноязычные дети обучаются в единых учреждениях образовательных. Понятно, что здесь есть свои различия по регионам, в зависимости от специфики конкретного города или района города. Но, в принципе, мы должны постепенно передвигаться к тому, чтобы русско-эстоноязычные дети обучались вместе, чтобы эти контакты начали формироваться уже начиная с детского сада, а не в университете. Понятно, что здесь ряд технических вопросов, каким образом это сделать, этих моделей должно быть много. Понятно, что для того, чтобы это реально работало, не только формально, как было в советское время, например, в тех школах, где было русско-эстоноязычное отделение, а действительно, чтобы эти контакты были на хорошем уровне, то здесь нужна специфическая методика. Руководство школ, родители и педагоги, конечно, должны понимать, что такое мультикультурное образование, каким образом этим процессом руководить. Ведь мы знаем, что часть примеров уже в Таллине, например, существует. Открытая школа в Каремо, которая работает по методике двустороннего языкового погружения, также как минимум один детский сад в Таллине работает по той же методике, на самом деле уже показывает хорошие результаты. Так что, исходя из этих аргументов, я верю, что совместная модель обучения в долгосрочной перспективе приведет к более сплоченному обществу и большим контактам мира с русско-эстоноязычными жителями страны. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите. Вещи, о которых я поговорю, будут казаться не только наращиванием социального капитала и восстановлением каких-то определенных связей между людьми. Поговорю о том, что есть альтернативные варианты, когда мы можем удовлетворять положительным последствиям, которые говорит Евгений, но есть ряд негативных факторов, которые влечут за собой объединение русских и эстонцев под одну крышу. И об этом я как раз-таки поговорю сегодня. Смотрите. Евгений нам рассказывает, что нужно наращивать социальный капитал, потому что сейчас существует очень высокий уровень недоверия между русскими и эстонцами. И это все из-за того, что люди встречаются достаточно редко между собой. Это происходит в основном в университете. И двустороннее погружение могло бы как-то улучшить эту ситуацию, могло бы улучшить ситуацию с языком и как-то с образованием. Мы говорим о том, что есть альтернативные варианты. Существуют различные лагеря, и существуют различные программы, существуют различные методы, когда родитель может отдать своего ребенка как раз-таки для того, чтобы он погружался в это общество. Основная проблема заключается в том, что мы не можем решать за ребенка, какие контакты и в какой области, и каким образом он должен устанавливать. Мы понимаем, что сейчас человек в основном сталкивается в университете с эстоноязычными своими одноклассниками и одногруппниками. Но для многих людей, например, важнее получить зарубежные контакты. Таким образом, например, эстоноязычная школа может ухудшать количество этих получаемых контактов. Или мы, например, как государство направляем этих людей на получение определенного рода социальных контактов и построение определенного рода социальных связей. Думаем, что это тоже не очень хорошо. Да, мы понимаем, что таким образом мы нацеливаем скорее людей на то, чтобы они оставались в нашем обществе. Но хорошо ли это для этого человека, для нашего общества и для родителей, которые вынуждены отдавать своего ребенка в те или иные школы. Помимо того, что у нас существуют некоторые альтернативные варианты, и Евгений не показывает, почему они не работают для того, чтобы этот аргумент был достаточно сильным, я вам расскажу другие вещи, которые затрагивают эту систему. Смотрите, что такое школа? Школа — это место, где мы получаем первые знания о том, что происходит вокруг нас. Да, возможно, школа дает не те знания, которые необходимы нам в реальной жизни. Очень часто идут споры о том, что можно было бы рассказать детям о том, как платятся налоги, откуда берется заработная плата. Это тоже правда, но это другая тема дебатов. В этой теме дебата мы говорим о том, что школа дает фундаментальное понимание того, что происходит, грубо говоря, за окном. О том, что за окном существует биология, за окном существует физика, там есть химия, там есть различные общественные процессы, которые нужно понимать для того, чтобы комфортно чувствовать себя в этом обществе. И школа дает своего рода такого последовательного получения необходимых для этого знаний. Что происходит в мире, когда у нас есть некоторое погружение? Ребенок, во-первых, должен проделать двойную работу по получению информации, что как раз-таки, во-первых, уменьшает количество его свободного времени, потому что мы как родители, он как ребенок, мы вообще в целом как общество и государство хотели бы, чтобы у нас дети были разносторонне развиты, чтобы они хотели какие-то кружки заниматься какими-то вещами. Когда русскоязычный ребенок попадает, например, в детском саду или в основной школе, у нас сейчас основная школа на русском языке, это 9 класс, попадает в школу с погружением, он получает информацию на эстонском языке и должен тратить какое-то время для того, чтобы понимать эту информацию дома, в то время как эстонский, эстоноязычный ребенок получает информацию на уроке за 45 минут и потом может просто дома повторить конспект. Мы понимаем, что вместо этого мы погружаем разных детей в разные условия обучения, они не всегда равные, из-за этого как раз-таки, во-первых, теряется возможность того, что ребенок посещает все чаще и чаще, какие-то кружки развиваются разносторонне. Второе, он теряет время, которое он мог бы тратить на то общение со сверстниками, которые говорит Евгений, для заключения социальных контактов, для построения связи, потому что он должен прийти домой и повторять тот материал, который он в школе не усвоил, не потому что он дурачок, не потому что он глупенький, не хотел, не потому что он занимался какими-то своими делами, а просто потому что он не понимал то, что происходит на уроке. И это как раз-таки качественно ухудшает эту позицию, которую говорит Евгений. И еще одна вещь, которую я начну говорить и продолжу в своей следующей речи. У нас, в общем, очень большая проблема с тем, насколько для детей хватит вот этого... То есть мы понимаем, что правительство пытается построить какой-то общий бэкграунд для двух детей, для того, чтобы они легче между собой коммуницировали. Вопрос мой состоит в том, на каком этапе у ребенка формируется тот бэкграунд, благодаря которому он выбирает себе друзей, он выбирает себе круг общения, он выбирает себе интересы. Мы говорим, что этот бэкграунд формируется гораздо раньше, чем происходит столкновение с эстоноязычными сверстниками, даже если это столкновение происходит в школе. На тот момент времени он уже имеет определенные интересы, определенные приоритеты и уже понимает, исходя из каких целей он выбирает тех или иных сверстников для общения. Понимаем, что та история, которую нам рассказывает Евгения, она не поможет изменить тот бэкграунд, с которым ребенок изначально приходит в школу. У меня все, я продолжу следующую очередь. Виктория говорила об альтернативах. Действительно, если мы посмотрим на альтернативы, то лучшей альтернативы, альтернативы совместной школе на самом деле нет. Посмотрим на сегодняшнюю систему русскоязычного образования, сегрегированного русскоязычного образования. Мы действительно можем многое сделать для того, чтобы и многие школы это делают, для того, чтобы улучшить владение эстонским языком среди русских школьников. Да, сегодня уровень еще недостаточный, но в принципе можно ввести новые методики, дополнительные уроки, чтобы это не было. И в принципе, действительно, мы знаем, что владение эстонским языком со стороны русских школьников постоянно улучшается. Но это не решает основную проблему, то есть отсутствие контактов. Виктория говорила о том, что это можно компенсировать неформальным обучением лагеря, ученический обмен, еще говорится о кружках по интересам. Да, действительно, кому-то это может помочь, но это не может быть системным решением. Сегодня охвачены в эти разные программы несколько тысяч школьников ежегодно. Это краткосрочные программы по понятным причинам, о которых Виктория говорила, что детям еще много, что нужно в жизни делать и хочется делать, а не только шататься по разным обменам. И поэтому системно это на самом деле проблему ни в коем случае не решит. Ни одной реальной альтернативы, каким образом обеспечить наличие качественных контактов между эстоной и русскоязычными детьми, на самом деле никто в обществе никогда не предложил. Во-вторых, говорилось о том, что у детей в этом конкретном случае будет проблема с двойной нагрузкой. Ну, во-первых, проблема с двойной нагрузкой у русских школьников уже во многих случаях существует, в виде того, что они должны изучать с самого начала два языка, в отличие от эстонских школьников. Но я бы сказал, что совместная школа, если эта модель хорошо продумать, наоборот, ситуацию улучшит. Потому что если мы начнем постепенно изучать, обучать эстонских и русских школьников вместе, с детского сада, то на самом деле владение эстонским языком придет намного быстрее, без дополнительной нагрузки. И при этом в какой-то момент, на самом деле, уже со второй, третьей ступени основной школы однозначно им будет проще, чем сегодня. И однозначно проще, чем русским школьникам сегодня на уровне гимназии, где искусственно обучаются предметам на государственном языке, школьникам, которые эстонским достаточно не владеют. Виктория говорила о том, что мы не можем решать за ребенка, какие контакты он хочет. Но сегодня, на самом деле, наша система уже эти рамки поставила. В принципе, у русского ребенка возможность найти себе эстонских друзей ограничена из-за того, что школьная модель со стороны государства выстроена таким образом. Конечно же, в совместной школе русский школьник и эстонский школьник и в будущем смогут общаться либо с русскими, либо с эстонцами в зависимости от своих интересов и желаний. Но у них, по крайней мере, появится возможность создания межнациональных, скажем, контактов на хорошем уровне. И практика в других странах показывает, что это на самом деле происходит. И в зависимости от того, вернее, и чем раньше эти контакты начинают формироваться, тем меньше контакты школьников зависят от таких характеристик, как родной язык, происхождение, цвет кожи и так далее. То есть дети на самом деле свои социальные предрассудки получают в течение этого самого процесса формирования своей личности. И чем раньше мы начинаем детей вместе обучать, тем больше вероятность в том, что мы действительно сможем это доверие и нужен социальный капитал создать. Что, конечно, очень важно в этом контексте, это моя последняя мысль, это уверенность в своей идентичности. То есть совместная школа в любом случае должна обеспечить и гарантировать всем детям уверенность в сохранении своей идентичности. Это значит, конечно же, и родного языка, и родной культуры. Потому что исследования показывают, что люди более открыты к представителям другой национальности, религии и так далее, если они сами уверены в своей идентичности, если их идентичность не под вопросом. И поэтому, я еще раз повторю, очень важно, чтобы это было не просто обучение под одной крышей, а действительно мультикультурная модель образования. Смотрите, прежде чем я дойду до того, что говорил Евгений, я продолжу то, на чем я остановила свою последнюю мысль, по поводу вопроса, на каком моменте у человека складывается тот бэкграунд, с которым он вообще идет дальше по жизни. Мы понимаем, что эта история происходит в тот момент, когда, например, родители нам читают определенные сказки. Это, например, русские народные сказки, если мы русскоязычные люди. Или, например, те мультики, которые мы смотрим, когда утром собираемся в садик или в школу в своем детстве. Это те с героями, то есть игрушки, которые представляют каких-то героев из мультиков и сказок, с которыми мы играем. Когда мы приходим в школу, понятно, что мы как ребенок выбираем... То есть у нас нету большого количества знаний в различных областях для того, чтобы поговорить практически с любым человеком. У меня нету навыка поддержания общения с любым человеком, который у нас вырабатывается больше в институтские годы или более во взрослом возрасте. Когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы вынуждены находить общий язык практически с любым человеком, у нас происходит этот навык, он вырабатывается. Когда ребенок выбирает себе человека, с которым он хочет играть вместе в песочнице, а впоследствии хочет сидеть за одной партой, а впоследствии хочет вместе, например, идти на выпускной, он это делает, знаете, по какому признаку? По признаку того, с кем можно обсудить любимого персонажа в мультиках, или с кем можно почитать одну и ту же сказку, например, в первом классе, или с кем... кому можно похвастаться определенной игрушкой, которая олицетворяет того или иного героя мультика. Мы понимаем, что здесь мы сталкиваемся с очень большой проблемой, когда русские дети будут даже, несмотря на то, что находятся под одной школой, с эстонноязычными ребятами, будут выбирать себе друзей и сверстников, с которыми они общаются, по тому принципу, как у них сложен бэкграунд, который они получили. Мы понимаем, что шанс того, что человек пойдет хвастаться своей игрушкой, которая олицетворяет какого-то героя русских сказок, эстонноязычного ребенка, а тот поймет, что хочет ему донести первый, достаточно низкий. И из-за этого дети по-прежнему будут, скажем так, группироваться по признаку языка или по признаку того, с кем у меня больше каких-то общих интересов. Знаете, что происходит дальше? Это самое страшное. Не потому, что ребенок общается все еще с русскими и не общается с эстонноязычными ребятами, и наоборот, а потому что родители, которые приходят потом в школу и смотрят, как там себя ведет их ребенок, или ребенок, который приходит потом домой к родителям и говорит, «Мама, если такого классного, блин, друга нашел-то, Вася, он понимает, что это за зверь у меня в руках, и мультики нам с ним одинаковые нравятся, мама ему говорит, знаете что? Ну, это прикольно, что ты с Васей общаешься, а почему ты не общаешься, например, с Томасом? Ведь ради этого я тебя отдала в эту школу, для того, чтобы ты общался с Томасом, а не с Васей». И вот это давление, которое чувствует себя на себе ребенок из-за того, что он вынужден теперь общаться с теми людьми или с теми детьми, с которыми у него нет общих интересов, из-за того, что он теперь вынужден выбирать друзей, потому что мама ему сказала, что он должен общаться с Томасом, иначе нет смысла, почему он пришел в эту школу. Ребенок чувствует колоссальное давление. Видимо, это большая проблема. Мы считаем, что дети не должны подвергаться такому, должны в своем детстве чувствовать себя комфортно в той тарелке, в которой сами хотят находиться, общаться с теми сверстниками, с которыми было бы проще. Потому что то чувство комфорта, которое у вас зарождается на основании вот этих дружеских отношений в детстве, оно формирует в целом понимание ваших дружеских отношений на протяжении всей жизни. Если вы с самого детства понимаете, что мои дружеские отношения – это то, что я вынуждена делать через силу, потому что мои родители заставили меня общаться с Томасом, а не то, что я должен сделать, потому что я доверяю этому человеку, не то, что я должен сделать, потому что мне нравится этот человек, и я хотел бы от всей души рассказывать ему какие-то свои проблемы или свои жизненные ценности, понимаешь, что это в принципе нарушает понимание того, как люди коммуницируют между собой в обществе, и как люди находят в себе людей, которым они могли бы доверять, как люди находят в себе людей, с которыми они хотели бы строить дальше те контакты и те социальные связи. Да, сейчас у нас в обществе есть разные группы, но мы понимаем, что все еще на уровне взрослого человека или на уровне студента люди между собой заключают эти контакты. И мы понимаем, что в студенческие годы эти контакты для нас качественно более важны, они более качественны, потому что этот человек нам способен, например, предоставить работу в каком-то секторе, где в основном трудятся эстоноязычные жители. Школьные годы, ну, скажем так, большинство из нас не общается со своими школьными одноклассниками для того, чтобы использовать эти контакты как качественно выгодные для нас контакты во взрослой жизни. Мы понимаем, что те контакты, которые мы устанавливаем в университете, для нас качественно более полные, которые для нас качественно более полезны. Мы понимаем, что таким образом мы можем оставить временно вот эту систему с образованием и дать ребенку возможность абсолютно, скажем так, с полным чувством уверенности в себе и с полным чувством того, что он может чувствовать, с полным чувством комфорта заключать те самые контакты, заводить тех самых друзей, которые ему хотелось бы, а не те контакты или те друзей, которые хотелось бы родителям, которые хотелось бы государству, которые хотелось бы кому бы то ни было, кроме самого ребенка. Мы понимаем, что на первую очередь мы должны поставить вот этого человека, а не ту модель, в которую мы хотели бы прийти. Возможно, есть какие-то другие альтернативные варианты, но, наверное, это не та система, которую мы должны сейчас использовать, либо не в том виде, в котором мы ее сейчас используем. Ну все, спасибо за внимание. У вас в аудитории есть возможность задать вам три вопроса. Нет? Да. Вы сами выберете, кто из аудитории вам задаст вопрос. У вас есть одна минута для того, чтобы на него ответить. Мы говорим о эстонске, о единой школе. В чем же тогда отличие от той школы, в которой мы сегодня... в которой сейчас пытается... идет вопрос перестонизации школы, то есть перевод школы на эстонский язык. А в чем отличие вот этой школы от единой школы, то есть какое структурное понимание в целом демократической партии единой школы? То есть там, чтобы общие учителя, там будут общий язык обучения. То есть в чем отличие от эстонизации школы русской, перевода на эстонский язык, и в чем отличие от такой школы от единой школы? Да, разница принципиальная. Эстонизация русской школы – это искусственная модель, где мы искусственно переводим русскоязычные школы, где учатся русскоязычные дети, и в большинстве преподают русскоязычные педагоги, на эстонский язык обучения. Ну, так называемый латвийский вариант. Это может постепенно, хотя я в этом не уверен, решить вопрос владения эстонским, но не решит основной вопрос отсутствия контактов между русскими и эстонскими детьми. И поэтому модель совместной школы подразумевает совместное обучение, физическое совместное обучение в одной школе. Это не значит, что русские дети просто перейдут в эстонские классы. Понятно, что это нереально и неправильно. Исходя из надобности сохранения идентичности, конечно же, у них должны остаться свои предметы, но это, с другой стороны, не значит, что они просто будут там в параллельном мире жить. Это вопрос создания нужной модели для того, чтобы действительно можно было достичь этих двух целей. С одной стороны, обеспечения нормального образования, в том числе и на родном языке, и с другой стороны, создания контактов. Одна минута у меня будет. Я не знаю. Попробуйте кто-нибудь. У меня важный вопрос. Давайте я его задам. Смотрите, вот, когда мы говорим об учениках, мы забываем об учителях. И есть такая проблема, что даже в обычной, в русской или в эстонской школе, у учителя могут быть свои любимчики, например, или он не очень ровно относится по разным причинам, от социальных до каких-то личных, к определенным ученикам. И вот при объединении русской и эстонской школы не будет ли такой проблемы, что мы не сможем контролировать учителей и их равное отношение к ученикам определенной национальности? Ну, опять же, именно поэтому я сказал, что эта модель должна быть продуманной, к ней должны быть готовы как руководство школы, родители, так и педагоги. Понятно, что это не просто так. В этом есть своя специфика, в том числе возможность, ну, тех же негативных стереотипов, предрассудков или простой дискриминации. Но если мы посмотрим, например, на удачные модели, которые сегодня работают, та же открытая школа, например, в Каремо, то там очень активно и занимаются именно тем, чтобы была создана, ну, единая, скажем, такая культурная среда. То есть не просто, что они вот тут и такие дети есть, и такие дети, а действительно, что это единая школьная семья. И точно так же в одном детском саду, где случайно мой сын учится, где двустороннее языковое погружение, один день эстонский учитель, второй день русский учитель, и это работает достаточно хорошо. Так что, да, разные технические препятствия, и они крайне важны, то есть и поэтому я думаю, что переход на такую систему займет как минимум 10 лет. Здесь я считаю, что нужно начинать с нескольких пилотных школ для того, чтобы эту модель протестировать. Евгений, мне кажется, что прежде всего отношение к противоположным, так сказать, к историческому языковым группам закладывается прежде всего дома, когда родители, одни смотрят Первый канал, а другие, ну не знаю, голосуют за Эхо, если положено. И считаете ли вы, что когда две эти группы сойдутся внутри одной школы, то это вызовет конфликтные ситуации и сегрегации внутри школ, где будет, скажем, русское меньшинство или в какой-то школе эстонское меньшинство, что сильно повредит процесс обучения, скорее, ну да, добавит больше нервозности и конфликтов внутри уже одной школы? Ну понятно, что сама проблема сегрегации начинается со взрослых, а не с детей. И вопрос просто, каким образом в долгосрочной перспективе эту проблему решить, и система образования всегда в обществе одна из возможностей, ну скажем, инициации социальных изменений, поскольку она формально обязательная и на протяжении долгих лет дети там ходят. Но в эту модель, я полностью убежден, нужно вовлечь и самих родителей. То есть и родители должны верить в то, что делается, что это правильно. И поэтому я думаю, что на, скажем таки, ну методом сверху вниз, давайте все, с завтрашнего дня будет у нас новая модель, это не работает. То есть это, опять же, постепенная готовность общества, те родители, которые к этому готовы. У нас множество родителей, семей, например, уже смешанные, это значит, что у них дети двухязычные. Так что это постепенный процесс. Все эти риски, да, существуют, но это не значит, что из-за того, что эти риски существуют, давайте вообще ничего делать не будем. Если у вас есть ко мне вопросы, я могу принять три. Решит ли эту проблему общий язык обучения английский в общей школе? На самом деле, очень тяжело сказать, если вы имеете в виду, будет ли ребенок иначе выбирать своих друзей. Нет, не будет, потому что я уже объяснила принцип, по которому ребенок решает, с кем он дружить или нет. Я думаю, что английский язык, как мы знаем, дается русскоязычным людям почему-то проще. И уровень английского знания, английского языка у эстонноязычных ребят тоже гораздо выше. И практика показывает, что на английском языке русские эстонцы коммуницируют гораздо легче почему-то между собой, идут на контакт гораздо быстрее. Возможно, это даст какой-то дополнительный импульс, для того, чтобы они между собой начали общаться. Но я бы не сказала, что это резко решит какую-то проблему, потому что корень, который пытается решить у нас правительство, немножко в другом. Он не основан на языке, на котором мы общаемся. Их задача не в этом. Их задача в том, чтобы объединить детей. И для этого нужно сделать, на самом деле, не шаг со школы, а сделать шаг назад. И, скажем так, объяснить родителям, что навязывание своим детям своих же взглядов, это не всегда хорошо. То есть родителям, его задача дать ребенку максимально разностороннее количество информации, количество взглядов, из которых ребенок мог бы сам выбрать какую-то свою точку зрения, и наставание этому уже друзей находить. Или рассказать ребенку, что точка зрения его друга, она тоже правильная, ее надо воспринимать такой же, как она, так же, как прям мою точку зрения. Что-то в этом духе, если я буду жить, если я ребенку. То есть решение вот этой какой-то проблемы и разговор с родителями мог бы изменить ситуацию гораздо лучше, чем те последствия, с которыми пытается бороться мы с помощью этого законопроекта. Спасибо, Виктория. Очень интересный аргумент. Но я хотела прокомментировать этот пример, когда вы сказали, что это не современный данный момент. Я как мама пятилетнего ребенка, который поиск в русский детский сад, ребята там обсуждают не то, что они читают русский язык в детский сад или лотка, они обсуждают то, что вот какая игрушка у них сейчас есть, а все игрушки, в принципе, одинаковые в магазине. Соответственно, герою тоже это надо. Смотрите, если русский ребенок в детстве не читал сказку про лотте, зайдя в магазин, он не попросит маму купить ему лотте, даже несмотря на то, что у кого-то в классе может быть такая игрушка. А во-вторых, я не совсем говорю, то есть, понятно, что дети не обсуждают там первые 10 лет своей жизни исключительно русские сказки и русских персонажей. но это та причина, по которой мы пытаемся выбирать из целой кучи людей того человека, который нам духовно близок, потому что ему не нужно объяснять, что это за сказка, ему просто можно сказать пару слов, он нас понимает. И вот на вот этом чувстве, того, что мы с парой слов можем создать большой, то есть, контакт между собой, чувство доверия между собой, буквально сказав название сказки или название кого-то персонажа, это вот это необъяснимое чувство, которое не работает с человеком другой культуры, потому что за счет этого мы понимаем, что ага, он такой же, как я, он мне духовно близок, и поэтому вот за счет этого мы заводим каких-то своих первых друзей. И вот это, конечно, очень сильно влияет. Да, понятно, что они обсуждают и какие-то новые модные вещи между собой, но это приходит скорее немножко более в позднем таком ключе. Сначала все-таки мы заводим людей, которые нам кажутся в духовном, лишь там по вопросу, я не знаю. Можно я? Но я не знаю. Мне все равно на самом деле. Парламент возмущен вашим подходом. И вопрос такой. Вот вы сказали, что, значит, якобы дети сами выбирают свои пути, пути развития и ту окружающую среду, в которой они будут в дальнейшем взаимодействовать, находиться и дружить. Но ведь на самом деле это не так. Когда ребенок, ребенок, именно родитель решает в какой детский сад его отправить, с какими игрушками он будет играть, какие он будет смотреть фильмы, мультики и все остальное. Так неразумно ли же было бы все-таки вот именно русскому обществу все-таки прийти в эстоник пониманию того, что нужно ребенка именно постепенно погружать, нужно его приближать к эстонскому языку и культуре, а не сегрегировать его в русских школах. У вас подводка и сам вопрос не совпадает друг с другом. Смотрите, по поводу... Я отдельно... По поводу вопроса. Если родитель дает ребенку понимание того, что есть эстонская культура и ребенок понимает, что это то, что ему нравится и родитель не сопротивляется, это прекрасно, не вижу никакой проблем. Проблема возникает в вашей подводке, когда вы говорите о том, что родители теперь все... Ну, не теперь, а то, что родители принимают огромное количество решений за ребенка. Да, это правда, но это не отменяет того, что ребенок может сказать «Мама, мне это не нравится!» И мама может послушать своего ребенка и сделать так, чтобы ее ребенку было комфортнее, потому что родители мы все-таки не тираны и они не заставляют ребенка... Есть, конечно, и такие родители, но мы считаем... Вроде как в обществе все договорились, что это ненормальный подход к воспитанию ребенка. Поэтому если ребенок хочет то или иное, вернее, родитель хочет то или иное ребенку и это не нравится, нормально, что родители реагируют на желание ребенка и изменяют свой подход. И поэтому задача родителя не направить ребенка, а рассказать ребенку возможности, которые он мог бы использовать, исходя из того, что ему нравится и где он чувствует себя комфортно. Вот это задача родителей. Я благодарю всех за то, что вы пришли, послушали. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне по дебатам, просто как дела о жизни и все на свете, вы можете ко мне подойти. Если можно, вопрос Евгению. Вот чувствуете ли вы себя своим среди эстонцев? Вот как? Что значит своим? Ну вот цель школы единой это создание сплоченного общества, солидарного, общества единой культуры, я так понял. Вот вы человек русский, вы на трех языках говорите, прекрасно, да, и все прочее. Вот вы чувствуете себя своим среди эстонцев? Как они вас воспринимают? Это надо у них спросить, но если у меня спросить, то да. Вот, пожалуйста, прекрасный пример тогда образования на эстонском языке и в общем-то какой-то единой школы, которая уже существовала, видимо, да, в каком-то виде здесь. У меня тогда к вам вопрос, как один пример доказывает, что этот законопроект верен? А сколько нужно примеров вам тогда? Большинство. Так, чтобы количество положительных примеров, удовлетворяющих этим последствиям, было больше, чем положительное, чем количество обратных примеров. Один пример, к сожалению или к счастью, не доказывает примерно ничего. Окей. Так же, как и не доказывает получается ничего, то, что министром образования Франции является марокканка бывшая, которая там... Где проблема? Ну вот тоже ничего не доказывает, то есть это исключение, а не правило, скорее, да? И вот... Евгений тоже. Я не говорю, что Евгений это исключение из правил, я думаю, что еще таких людей достаточно количества в Эстонии. Проблема в том, что как только наберется какая-то критическая масса таких случаев, мы как общество, скажем, а это то, что действительно работает до тех пор, пока не существует критической массы, нам очень сложно апеллировать к тому, что вот есть этот, этот, этот пример, значит, эта система работает. Да, с конкретной группой людей, конкретным слоем общества те или иные вещи работают лучше, чем с другим слоем общества. Но мы как государство вроде как хотим сделать хорошо всем. И это значит, что мы не должны применять то, что работает в одной части на другую часть. Мы должны сделать какой-то механизм, который удовлетворял бы положительным последствиям всем членам вашей общей душ, всем и было хорошо. Мне очень нравится мультикультурная модель, но она в Эстонии не жизнеспособна, по-моему. Потому что здесь к сожалению, национальности не примут. Евгения, я хотела бы вас спросить. А вы вообще как вы думаете, эстонцы, ковсые научные и эстонцы готовы к тому, что они получают, что они вообще не хотят? Надо сделать это, вы говорите такой русский, такой русский, а эстонцы они очень готовы, чтобы к ним приходили и отучились. Это серьезный вопрос, потому что если у эстонцев спросить, поддерживают ли они перевод русских школ на эстонский язык, то это они поддерживают, потому что это их детей не касается. А если мы говорим о том, что давайте пусть русские дети вместе с вашими детьми учатся в одной школе, то здесь уже эстонские родители спросят абсолютно легитимный вопрос, а каким образом это поспособствует уровню образования моего ребенка? Я могу понять, каким образом это помогает всем обществу, если вы мне это разъясните, но моему ребенку это как поможет? Ну и здесь опять же вопрос, и почему я сказал, что эта модель действительно должна правильно разработать, протестировать и заполучить нужную поддержку как среди эстоноязычных, так и русскоязычных родителей, потому что иначе она работать не будет. Я бы не сказал, что главный, но очень важный момент, однозначно очень важный момент. Но это опять же связанный с самой моделью, связанный с подготовкой педагогов и так далее. То есть, если эстонский родитель боится, что вот, и такого, конечно, делать нельзя, что, не знаю, сегодня у нас 30 эстонских детей в каком-то классе, завтра у нас будет там из 30 будет 15 русских, которые не говорят достаточно на эстонском языке, понятно, что этот урок уже будет совсем не тем и понятно, что будет страдать качество образования эстонских детей. И такого быть не может. Ну, то есть, для того, чтобы эту модель действительно продумать, и поэтому я и сказал, что я думаю, что надо начинать с пилотных школ, для того, чтобы куда родители смогут отдавать своих детей добровольно, для того, чтобы эту модель протестировать. И понятно, что на первом этапе скорее будут участвовать в этой модели те родители, которые ментально и ценностно уже к ней готовы сами по себе. Например, дети из смешанных семей, как мой ребенок, например. У меня жена из тонка. Может быть, тогда в детстве хрестовцы спала, но обучатель на английском. Правда, как бывает находиться с тонкой? Это утопия уже. На самом деле, если с детского садика начинать с этой моделью, то в школе уже проблем почти не будет. Но это если готовы родители принять русских детишек? Ну, в садике проблем в принципе нет. В садике проблем в принципе нет. Большинство русскоязычных родителей уже поддерживают обучение детей на уровне детского сада на эстонском. Знаем, что многие же отдают. Эта тенденция растет. Ну, на уровне садиков мы видим, что постоянно растет количество русских детей в эстонских группах, но никаким серьезным конфликтом это не приводит. Здесь скорее, опять же, вопрос модели, то есть, чтобы и на уровне детского сада русские дети родной язык тоже получали. Это тоже момент, о котором, я думаю, и русские родители недостаточно думают и после этого, после эстонского садика отдают своего ребенка в русскую школу. Вот он пусть в садике выучит эстонский, а тогда пойдет в школу и там будет русский учить. Ну, это так. Система, на самом деле, надо продумывать с самого начала до самого конца, то есть, чтобы она была логичной. от учителей очень многое зависит. И они должны быть не старой закалки. А к Виктории вопрос тогда еще. Вот вопрос был, вы сказали, в чем неравенство среды обучения? В чем неравенство среды обучения? В каком смысле? Ну, вы сказали... Почему они неравны? Потому что они тратят на выполнение домашних заданий в два раза больше времени, чем другие. Из-за языка обучения? Естественно. Но оно же будет на двух языках. Да, но есть предметы, по которым все еще задают домашние задания. Но они в школе преподаются на эстонском языке. Это значит, что ты 45 минут теряешь для того, чтобы просто присутствовать на уроке, а потом дома ты еще 45 минут теряешь для того, чтобы понять, что там произошло, понять домашнее задание, выполнить его и перевести на эстонский язык для того, чтобы завтра ответить его в школе. Понятно, что эстоноязычный ребенок просто не теряет эти 45 минут урока, приходит домой, выполняет задание и идет там куда-то в школу по интересам, в кружок, гулять с друзьями. Кирилл, вопрос. Как ваша организация в Кирилл? Русскоязычные дебаты в Эстонии. Но можно зайти еще на argument.ee, это сайт и там есть вся информация, есть все контакты, клубы и все, что вам необходимо знать, там есть все. Виктория, последний вопрос. На этих дебатах вы были вынуждены выступать против единой школы и соответственно подыскивать контраргументы. А какова ваша позиция? Вот сейчас дебаты уже закончились. Как вы в принципе относитесь к единой школе? То есть, если вам сейчас нужно было отдавать у ребенка в единую школу вы отдали или вы действительно придерживались того мнения, которое вы защищали во время дебаты? Скажем так, если бы у меня был ребенок, я бы сейчас стояла перед вопросом, какую школу его отдать, я бы отдала его в общеобразовательную эстонскую школу, но не потому, что я очень сильно хочу поддержать образование на эстонском языке или еще что-то, а потому, что, скорее всего, во-первых, я как дебатер и все то, что я вам рассказывала, наверное, хотела бы сделать вот этот предварительный шаг и рассказать ребенку не только о той культуре, которую я как мать хотела бы дальше передать своим поколениям вперед, но и о культуре той страны, в которой мы живем, для того, чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно, когда он придет в школу и там нужно общаться с тонусичными ребятами, а дома общаться с родителями, в русском языке, то есть я бы постаралась сделать предварительный шаг и поместить в него максимально много знаний о двух разных культурах и отдала бы его в эстоноизучную школу. То есть, мне кажется, это максимально хороший вариант для меня лично, в моем понимании. Спасибо.